Так, ну что ж, поехали, дамы и господа, добрый вечер. Релакс против команды Флипсайд, первый матч Бестов Тридс, я скажу, 2014. Это последний матч группы Б, то есть, кто выигрывает эту серию, нас переходит в плей-оффы, кто проигрывает, собственно, из турнира вылетает, становится последней командой, которая нас покинет на время плей-оффа. Так, ну что, пошли уже баны пики, смотрим Релакс. Банят Энчантрас, банят Атол Деваура и забирают себе первым пиком Алхимика. Флипсайджа, забалим Брестов Бек, забалим Кристал Мэйдан. Появляется Сража Мирана, появляется Рубик, а здесь берут Сларка. Очень шустро разбирают героев команды, либо дорого смотреть. Так, ну и кто... кому интересно, давайте покажу вам группы. В принципе, раз это последний матч, давайте начнем с самого начала, начнем с группа, что у нас происходило в начале недели. Вот она группа, примерно так все выглядело. Достаточно интересные у нас были матчи, Иракс Кис, Вирту Спропа, Рейнджерс, Зерри Трай. Боролись, была агрессивная русская дота, было приятно смотреть. И вот она, группа Б, то, что мы смотрим сейчас. Вот так вот. Эмпайр. Как мы видим, Эмпайр у нас уже вышла сетка, и последний матч мы смотрим Релакс против Флипсайд в группе Б. А завтра уже начнем и плей-оффы. Так, ну что, возвращаемся обратно, здесь уже баны практически заканчиваются, Релакс. Банит Дума. Флипсайд банит Чена. Думает дальше Релакс, кто здесь может оказаться. Ну, Мирана Рубик, можно в принципе даже дуалейн из этого сделать, не факт, куда они отправятся. Мирана можно и соло даже где-то оставить. Можно сделать какую-то боевую комбинацию, чтобы она запускала стрелы под станы. Под телекина есть уже, в принципе, можно. Абадона банит, вот так. Хоть, казалось бы, могли попробовать себе взять и Релакс, но видно уже, что есть Алхимик, что есть Ларк. Достаточно много миль-героев. Можно было, конечно, снимать станы Мираны, но... Видимо, решили, что разлайнит по-другому, то есть что станы пока не такая большая проблема. Банит Вера Флипсайд, ну и у них первый пик после этих банов. Релакс хоть и дар, но им достался в этом матче первый пик, потому что Флипсайд, у них было право выбрать страны или пик, а они выбрали себе Рейдин, что, кстати, достаточно редко мы видим. Похоже, есть какая-то задумка в этом плане, сейчас мы посмотрим. Размышляют. Появляется Клокерк. Более-менее вырисовывается все, Клокерка можно отправить на оффлейн. Мирану можно хоть на мит отправить, хоть три лейна с ней собрать, а потом уже можно собираться как-то агрессивно нападать. То есть ранние уровни получили, немного пофармили, купили по ботинку и побежали. Пошли друг друга убивать. Визаж для релакс. Да, ребят, вчера писал я в группе, очень приятно мне было читать, что в одном из городов России, в Карелии, в Петрозаводске, ребята собрались и смотрят этот матч, как я понимаю, в кафе на большом экране и так далее. Огромный им привет. Так, ну что, флипсайд. Мирану, Рубик, Клокерк. Нужно один саппорт, нужно еще какой-то сол-ленер, желательно на мид кого-то поставить еще. И посмотрим, кто объявится, Рубик, в принципе, вполне себе неплохой саппорт, то есть дизейбл гарантированно есть, как минимум, то есть второго саппорта можно будет к нему добирать, в принципе, любого. Посмотрим, будут ли собирать пару ромеров, то есть появится ли кто-то вроде Бэйна, появится ли кто-то вроде Никса, Сэнд Кинга и так далее. Какой-то дополнительный стан, какой-то дополнительный урон, просто чтобы с Рубиком вдове переходить, всех убивать. Ну, в принципе, кстати, можно делать и саппорт Клокерка, то есть такой нетрадиционный вариант, то есть можно собирать 3-лайн, приходить Мирану, Рубик, Клокерк, приходить что-то пытаться делать, и Рубик будет забрасывать в Пауэркокс, ну и туда сразу запускают стрелу, то есть эта работа нет, появляется все-таки Бэйн. Вы решили не мудрить, то есть Клокерк будет получать свой опыт, так он действительно полезнее. Хоть и видели мы уже в этом турнире саппорт Клокерка, если мне не изменяет память. Так, ну и здесь. Алхимик, Сларк, Визаж, Алхимик, Визаж. Могут паромить, могут оказаться двумя саппортами Сларка отправить, можно хоть на мид, хоть на оффлейн, в принципе на любой лейн его можно воткнуть. Здесь, как я ожидаю, сейчас появятся два каких-то лейнера. Появляется Пак, Пак отправится скорее всего на мид. Посмотрим, куда Пак отправит, на самом деле, в принципе тоже любой из лейнов ему подойдет, то есть здесь возможно какие-то изменения, если будет неприятный лейн и так далее. Ну и последний бан на флипсайд смотрит, остался, ну скорее всего в первую позицию какой-то товарищ, то есть какой-то товарищ с Кэрри потенциалом, если это не Алхимик, конечно, что всегда может оказаться действительно так. То есть это либо саппорт, либо Кэрри. Банят Фуриона. Похоже, ожидаю, что Сларк будет все-таки в первой позиции, Сларк будет фармить. Первое время, да, потом будет вместе с Паком, вместе с Алхимиком, Визажом бродить, просто пытаться убивать все, что движется. Релакс, последний их бан. Примерно представляет, что нужно скорее всего соло мид, если это не будет Мирана, конечно. Времени у них достаточно много, то есть время у них в районе полутора минут. Можно пока поразмышлять. Ну, кто может здесь появиться? От Ладивара они уже забанят, то есть на мид действительно пойдет Пак, чтобы не прятал его в астрал, не врал интеллект. Банят Луну, то есть, видимо, думают, что Миран действительно может выйти на мид. Приходите к ней саппортом, можно пытаться даже убивать там Пака, несмотря на его все эскейпы. Ну, если появилась бы еще Луна, то и по тимфайт потенциалу все было бы просто замечательно. Но появляется Инвокер вместо этого, то есть Мирана действительно будет фармящей Мирана, а Инвокер отправляется у нас стоять на мид против Пака. Очень часто в последнее время мы видим Инвокера практически в каждом матче. С СС Карнаж 2014 он у нас фигурирует. Прямо-таки не сходит с экранов. Ну, стоит отметить, что не банят его, не банят его совсем. Если честно, точно статистики у меня нет, я как-то не собирал точную статистику по реплеям. Возможно, банили в одном матче, возможно, не брали в каком-то из матчей, но тем не менее, очень часто. Очень часто он попадается даже первым пиком, здесь его взяли последним, что немного не характерно. И посмотрим, как себя здесь покажет. Берут его с переменным успехом, то есть некоторое время он стоит на лейне, помогает только с санстрайками, дожидается девятого уровня, пока у него появятся два форс-спирита. Ну, а там уже можно начинать. Можно собираться все вместе, начинать пуши, начинать драки и так далее. Очень часто мы видим инвокеров-сплитпушеров, которые работают по принципу фуриона, то есть покупают себе бутс-офф-трейл, просто летают туда-сюда с третьими некрономиками. Очень это неприятно. Особенно учитывая, что у него еще и встроенная невидимость есть, на случай, если его прямо-таки ловить будут. То есть команде придется подготавливаться к таким нападениям на сплитпушющего инвокера. Ну и последнее слово для релакс. Что же здесь будет? Будет ли алхимик саппортом? Вот сейчас разрешится такая. Загадка. Десять секунд всего лишь. Релакс нас интригует, но сейчас уже что-то здесь выпрыгнет. Выпрыгнет баунти-хантер. Вот так вот. Баунти-хантера на оффлейн. Более-менее понятно уже, что Сларк фармит, саппорты бегают, убивают. Возможно, как-то по-другому, конечно, все расставят, как-то нас удивят, но это мы сейчас уже узнаем. Разбирают постепенно своих героев. Так, ну что, давайте смотреть. Поехали, смотрим. Страна Редент. Плипсайд. Редент на инвокере. Хайбрид. Как я понимаю, поменялся состав. Мне капитана отписывал. Играет на Миране. ПСМ на Рубике. И Хао на Бойне. Ну и здесь какой-то товарищ с ником в колени хвата отправляется к Локеркам. Притом он отправляется на сейфлейн. У нас Клокерк такой вот момент. Рядом здесь стоит Рубик, видимо, будет блокировать им крипов. Сейчас мы это скоро узнаем. Ну а Мирана Бойна отправляется на топ. Будут они, похоже, гонять там Сларка. Давайте посмотрим, что здесь происходит. Страна Релакс. ФН на Сларке. Ее у Сларка мы уже видели на днях. Достаточно неплохо он отыгрывал. Стенд инскрин на визаже. Товарищ с ником Крис. В общем, сложный ник. На Алхимике играет товарищ со сложным ником. Тима Валт, он же Крейзи на паке. Отправится на мид. А здесь бродит невидимый товарищ Айшлан на Баунти Хантере. Выискивает. Надо понять, какие будут лейны. Если что, можно будет сделать какие-то изменения. Куда-то кого-то передвигать. Ну, я не думаю, что будут двигаться Сларка. Простоит он нормально. В принципе, должен простоит против Мирана с Бейном. То есть, если что, будет пытаться снимать дизеблы просто Дарк Пактом. Если будет успевать нажимать. Помогать будет саппорт, если что. Алхимик с изажаем. Достаточно сильная парочка. То есть, Мирана здесь может пострадать. Ну и похоже, что Мирана отправит Соло. То есть, не будет с ней стоять Бейн. То есть, Сларку там будет совсем не страшно. Саппорты выйдут, попугают её. Возможно, даже убьют в скором времени. Вайн Вокер. Насоварим. Полный карман горошин. Выходит на мид Крэйблок. Конечно, не самый лучший. Не совсем удачно встречаются крипы. Очень удобно это для Пака. И Пак спокойно с горки начинает поплёвывать. Добивает первого крипа. Здесь ходит Баунти Хантер. Баунти Хантер находит. Даёт ему Найтмор Бейн. Сразу же Коги. Коги 5 секунд, напомню. Достаточно долго. Ковыряют его просто колотушкой. И выясняется, что есть ещё и даст. И теперь уже Баунти Хантер никуда не уйдёт. Забирает из Баунти Хантера. Очень удачно он здесь подвернулся. Здесь Браун Хейст Визаж пытался приходить на мид, но... Да. Но как-то он на мид пробежал. Судя по всему, просто замедление дал инвокерам. Поплевались они с Паком я. Особо это... Инвокера не напугало. Так, ставит паузу. Давайте подождём. Сларк аккуратно ковыряет клипов. У Мирана всего лишь один ласт хит. То есть Сларк особо не страдает. Ну и саппорты сейчас уже будут делать от пулы. Можно будет жить спокойнее. Гоу, говорит ФН. Отжимаем мы паузу, смотрим дальше. Так, инвокер пострадал здесь очень сильно от Паком. Пак. Не дотянулся бы он. Там буквально один хит оставался. Скорее всего даже два всё-таки. Там достаточно много хп было. Но инвайт отпился всё-таки. У меня брат Реквазер генится братом. Ждёт, когда Сальва вернет там всё хп. Ну и Рубик здесь делает от пулы. Вернулся обратно Баунти Хантера. Но понимает, что дальше высовываться он особо не хочет. Ходит строго невидимый. Ходит аккуратно. Получает просто опыт. Нет, всё-таки ковырнул. Не удержался. Ковырнул Рубика. Сразу же опять прячется и отходит. Узнал, что невидимость закончится. Поэтому... Немного с этого поимел. То есть подхарасил Рубика. Но при этом забрал ещё одного крипа. Бонусное золото. Бонусный опыт. Так, на нами день. Уокер. Три лосхита. Четыре дна. Крейзи. Семь лосхитов. Три дна. Здесь приходит Бэйн. Всё-таки на топ приходит к Миране. Начинают ей постепенно помогать. Думают они, что делать дальше. Ну а здесь пак. Закопался, можно сказать, в адпул. Ковыряет постепенно нейтралов. Баунти Хантера забрал на Люди. Здесь он саппорт впугает. Саппорт нажали смок. Потрасили. В итоге даст. Пытались что-то делать. И нападение на инвайта. Приходит алхимик. Приходит визаж. И визаж доплёвывает инвокер. Погибает. Пока что в первый раз погибает инвокер. Но в принципе я так и ожидал, что будет алхимик с визажом. Очень активно ходить. Потому что у них, как мы видим, даже ещё один смог остался после этого. Сейчас они дождутся кулдауна. Но пока можно на топ сходить, на топе погонять Мирану. А потом вернуться и попробовать инвокер подловить ещё разок. Ну и Баунти Хантер неплохо отыграл. То есть он взял иллюзии, не стал их водить за собой. Просто растая по лесам. У Робика был там в смоке. Но тем не менее даст был зачем-то поражат. То есть видимо не смекнули сперва. Что смог не рассеяться, что это иллюзия. Так, ну и давайте переключим уже на нетворс. Здесь видно, что пак первый по нетворсу. Спокойно фармит. 16 крипов имеет. У Сларка для сравнения. Давайте посмотрим. У Сларка 12. Он на втором месте её обгоняет. Клокерк. Как ни странно. Ну а Клокерк здесь. Такой действительно сейфлейн Клокерк. Который купил себе ботинок. И посмотрим, что будет фармить он дальше. Пока что просто закупил себе в карман Даст. Ну Клокерк. Саппорт и опыт у неё здесь особо не воруют. Саппорт и ходят кто где. Здесь как видно на миду мудрился от пол сделать рубик. Судя по всему бросал. Как-то здесь крипа. Ну Амиран начинает постепенно глядеть. Бейн за ней переглядывает. Пока что сами они не хотят ничего делать. Зная, что здесь достаточно серьёзный саппорт. Очень много урона влетит. Поэтому просто удовольствуется фармом. То есть пока не сует. Но наступает первую ночь. Баунти Хантер находит руну. Оставляет эту руну паку. Но сейчас они вдвоём что-то будут проворачивать. Вардов здесь нет совсем. У Рейдентов. Вард здесь. Вард здесь. То есть у них нам будет руну. Вижна нет. Они не знают какая-то руна пока они пака не увидят. И большой вопрос. Увидят ли они его вообще. Нет. Возвращается. Всё-таки крэйзи. Показался. Рядом приглядывает. За инвокером уже рубик. Ну и здесь же крутится и баунти Хантер, который хочет убивать. Так, пошли на падение. Энлайт. Энлайт с разворотом дает колл снап. Дает санстрайк. Санстрайк не падает. Но рубик очень сильно помог. Рубик телекинезисом пока приподнял. И в итоге. Золото они поделили на 2х с инвокером. Но, а в то же время саппорт и релакс. Как-то они. Смог у них вроде бы отлип. Но, как видно, проседают. Они постепенно отмираны. Так, как бы стрела сейчас не подцепила алхимику. Он ушёл за угол. Так. Баунти Хантер. Просветила всё-таки в очередной раз Клокер. Очень много урона он получает от батареасолта. И даже убежать так и не сумел. Клокер с ботинком. В любом случае, Баунти Хантер, конечно, тоже с ботинком. Но обогнать не получилось. ФН. Показывает акробатику нам. Сразу же получил огромное количество харасса. Но у Смау скоро появится 6-й. Пока что только 5-го он урона. Скоро это всё станет не так страшно. Ещё один смок даже покупает визаж. Там алхимик. В общем, со смоками всё замечательно. Вот нажали первый, второй уже наготове. И сейчас куда-то отправится. Очень мало ХП у пака. Есть бутылка. Так, Дрим Койл. Орб мимо. Баунти Хантер пошёл замедлять. Баунти Хантер действительно замедляет и просто доковыривает. Как-то походя. Саппорты поняли, что там справились без них. И саппортом нужно что-то делать. Своим смоком они как-то его поражали. Там и так всё здорово. Принесли себе. Пассали, отпиваются. Пошли бить Мирану пытаться. Ну а к Миране приходит уже Рубик. То есть здесь уже трое. Если завершится драка, драка будет 3 на 3. Так, выходит. Видели они Рубика. Там ставил Вард. Рубика замедлили. Влетает. Он ставил Конкокшн. Бэйн надевает на это. Пытался помочь. Стрелал от Мирана. Припрыгивает Сларк. Санстрайк. Заряжает всё-таки. Погибает визаж. Ну и пытается расковырять Мирану. Понимая, что Мирану достаточно плотно сюда приходит ещё и Клокерк. У Клокерка есть Кукшот. Вилять надо в разные стороны. Алхимика посмотрим, будет ли влетать туда. Клокерк, но Клокерк. Решил влететь на Сларка, похоже. Сларк там как раз прыгал в этот момент. Так, Клокснап. Пока что просто гоняет Инвокер здесь. Пока. Ну и как мы видим, сейчас становится 4-3. 7 киллов на 7-ой минуте. В принципе, пока начало. Достаточно активное, достаточно агрессивное. Смотреть. Довольно интересно. Пак понял, что постоянно приходит на мид этот самый Баунти Хантер. То есть, не саппорта, так Баунти Хантер придёт. Инвокера здесь поставил. Он в центре вард, сам стоит рядом. На случай, если кто-то пойдёт из смока, вард ещё один поставил даже. На Баунти Хантер пока что стоит. Стоит у себя на Баунти Хантере, ждёт, когда у него появится трек. Ждёт своего ультимейта. Буквально один. Полтора крипы у него осталось до уровня. Так, стан варит. Рубика видели? Влетает. Там с тобой Конкокшн. Проехали с арбом. Получает Клокснап. Пак немного проседает. Побежал за ним Энлайт. Как-то Энлайт потерялся. Здесь ещё и Курьер прилетел. Курьер тоже прогоняет. Переходит Бэйн. Миран даёт невидимость. Пак успел спрятаться в фейсшифт. Спрятался замечательно. Заджук спрятался в деревьях. Идёт Пинг. Говорят, где найти Пак. Пак действительно там. И Бэйна его просто съедает. Тем временем выбегает Алхимик. Видит невидимого Бэйна, который просто ходит здесь как-то. Можно сказать, заблудившись. Да, Алхимик сразу же Клокснап. Алхимик тоже добили. Энлайт очень удачно здесь подворачивается реген. Ну, ещё становится 6-4. Флиппсайд выглядит весьма неплохо пока что. Но всё изменится, когда появятся треки. То есть пока что такие вот... Размены налево-направо. Если появятся треки, если будут богатеть с каждых разменов. Релакс помимо... Помимо базового золота. Флиппсайд дела могут сложиться. Не так хорошо, не так здорово. Так, на Клокерок. Пока что не доделал он себе ботинок. Купил себе Робов Маджи. Посмотрим, куда это пойдёт. Будет ли это Пауэр Трэдс, либо же что-то интереснее купит. Может быть Блейдмейл, может быть даже Оркит. На мид пока что выпускает Рубика, потому что инвокер отправляет съесть крипа Медасом. Медасом только получил. Сходил и забрал двойной опыт. Сатира. Сатира, насколько я помню, самый выгодный крип для поедания Медасом в плане золота. В плане опыта. Так, Сларк. Сразу все кнопочки нажимает. Он понял, что Бейн сюда приходит не просто так. Стрела полетела. Мирана немного мана потрасила. Доделал Пауэр Трэдс всё-таки. Клокерок. А Робов Маджи оставил. Судя по всему, будет всё-таки Блейдмейл делать. Либо Оркит опять же. Так, ну здесь на Бейна. На Бейн напрыгивает. Сразу стрела в лицо Сларка. Но Сларк особо не стесняется. Не боится. Убиваю там Бейна. Там стрелы, как я понимаю, он снят просто Дарк Пактом. Плюс ещё и ультимейт. Сперел нажать. Так, Санстрайк. Отлично. Развернулся в последний момент Сларк. Иначе бы мог погибнуть. Достаточно быстро он бегать стоит отметить. Своим ультимейтом. То есть не факт, что попал Бейн в Оркер. Так, а здесь Клокер попал, судя по всему. Попал Кукшотом, убил он, алхимика. Пытается бежать, получает Дринкл очень много. Много крипов здесь. И в итоге Клокер в любом случае он бы отсюда не уходил. Либо Крепы съели, либо Пак дострелял. У Пака. 2-2-2 у неё счёт. 8 сочин в кармане. То есть Пак уже копит на Блинкдайгер. И чем быстрее Блинкдайгер появится, тем увереннее себя Релакс будут чувствовать. Покажем. Покажем, здесь выдвигается Сларк. Сларк ходит в смоке. По-хитрому оббегает. Вардом они вели Бэйна. Бэйн выходит действительно смотреть на Баунти Хантера. Есть фенсгрип у Бэйна. Собственно поэтому он так. Так, и приходит. Приходит на визаж здесь на хесте. Сразу напрыгивает Сларк, нападает на инлайта. Снимает с себя колснап спокойно. Встан влетает. В Бэйна. Ну и невидим, с Мирану все разбегаются. То есть похоже там просто даст, а нет. Давайте прокликаем. Да, действительно нет просвета. Так. Клокер, Кукшот. На Сларка. Ну не самый лучший выбор цели. Сларка просто выпрыгивает из хогов. И сейчас похоже Клокер попался. Получается Аленс. Отличный двойной стан за станилищей Бэйна. Бэйна моментально убили. Но это первые треки. Трек напоследок успели бросить все-таки в Бэйна. И немного бонусного золота досталось. Досталось при том достаточно большому количеству героев. Команда релакс. Ну я думаю уже можно посмотреть на графике, как здесь дела. Как видно тысяча была преимущество по золоту. Так, давай смотреть дальше, что есть у пака. Пак. Ну, укатится он скорее всего. Действительно укатится. Санстрайк. Урон бы навряд ли хватило. 374. КП было у пака. Санстрайк пока что не такой прокачанный. Ну, как видно, была тысяча. У флипсайд. Скатились они немного до 500. Преимущество не такое большое. Ну и по опыту тоже небольшое преимущество. Но опять же, совсем незначительное. В общем-то можно заявить смело, что это все преимущество. Это Мидасу Инвокера. Ну, конечно, я не думаю, что он крипов на полтысячи уже наел. Но, тем не менее, стоял, фармил. Особо никуда не передвигался. Убивали его. Убивали его два раза, но. Пак тоже бегал по лейнам, пролетал. В различные места. Так, выходит. Выходит Баунти Хантер. Мирана. Продает там свои пожитки. И купила телепорт. Прыгает дальше в лес. Пытается улетать. Сажать надо фармилляров. Успеет ли? Не успел. Достаточно долгий у них кастайм. Среагировал. То есть, все-таки визаж среагировал. Но буквально на миллисекунду он опоздал. Если бы там Миранус там получил, все было бы для нее достаточно плачевно. Шларк бы там допрыгнул, скорее всего, через деревья. Да и мы видим, что Релакс начинает свое похождение. Ночное время суток. Баунти Хантер постоянно невидимый ходит, ждет, кому бросить трек. Кого бы здесь подловить. Алхимик тоже ходит, не стесняется. Но Алхимика здесь видит вардом. Ну, похоже, опять заход на Инлайта. Инлайт видит Алхимика, поэтому стоит как можно дальше. Старается на речку не выбегать. Ждет, что будет дальше. Алхимик постоял, постоял. Приходит сюда Кохер, к ней долго думаем, влетает. Он Алхимика сразу туда заряжается сонстрайк. Алхимик, конечно, нажался ультимейт, но в итоге просто взрывается. Ну, а теперь же проблема у Инлайта, потому что его просто уничтожает. Здесь Пак. Пак влетел с дабл демджем, показал свой Блинк Дайгер и сразу же ставит паузу. Паузу ставит Старк. Жалуется на лаги, игроки. Гоу. Вроде нормализовались. У Старка есть склеймер уже. Совсем ничего осталось. Ну, не то, что ничего. Буквально пару минут появится у него Шелеблэйд. На Пак, похоже, никто не ожидал, что у него Блинк Дайгер. Просто влетел Инвокера. Уничтожил. Примерно так же, когда это уничтожили. Так. Нападение на Баунти Хантера. Баунти Хантер попался. Стрелой не успевает не зарядить. Финсгрипп есть. Финсгрипп есть у Бэйна, но продолжение. Никто уже не хочет. Все-таки убегает Баунти Хантера. Пак. Хотел помочь. В итоге ходит. Ходит невидимый Рубик. Рубик, кстати, переехает с Чайрбом. Но Пак влетает вместо этого на Бэйна. Раз он Рубик не видел. Визаж пробежал. Визаж ментально погибает. В итоге Рубик там убивает их подряд. Вместе с Форспиритами Инвокера. Но Амирана попалась. Наступили ей на голову фамильярам Визажа. Рубик поднимает Пака, пытается бежать. Там Инвокер очень много урона влетает от Форспиритов Инвокера. Здесь живет Крейзи. Но Инлайд все-таки получает риплкил. Хоть здесь его и не было. Но здесь Форспирит, если все-таки очень сильно пригодились. 11-12. Но остановится счет. Появляется очередной хест на нижнем споте. И посмотрим, кому это достанется. Кому получится это реализовать. Ну, как-то очень странно. Здесь стояла Ахимико. Но очень долго здесь стояла. Чуть ли не целую минуту стояла. Смотрела просто на Инвокера, который фармил здесь пытался. Сам Инвокер боялся. Думал, что какая-то хитрая комбинация сейчас будет. А в итоге завязалась. Совсем прям кижаров. Так, Пак. Не Пак, а Сларк. Влетает убивать Мирану. На Смау сразу влетает Клокер. Сларк недолго думает, что имеется в ультимейт. Прыгает еще раз на Клокер. Санстрайк. Санстрайк все-таки убивает Сларкера. Здесь, в общем, полный коллапс. Сплошная кровища здесь. На топ-лейне в живых не осталось никого. Форс Спирит продолжает свою работу. Здесь пытались нападать на Инвокера, но... С Форс Спиритами шутки плохи. Сам Инвокер держался аккуратно. Форс Тафф уже, да? Это так находит Бэйна. Видно, что Трек прожимал Баунти Хантера. Хотел Трек бросить. Бросает Трек. Влетает Пак. Здесь как раз там был Фемлярами. Моментально убивает Бэйна. Получает золотый стрек. И убивает еще Инвокера. Раз он здесь рядом оказывается. Ну и можно пушить. То есть ни к чему разбегаться. Можно спокойно ломать эту вышку. Группируется обратно Релакс. И вышку действительно начинают убивать. Мирана, на вскидку, заряжает стрелой, но... Никого это не пугает. Вышка Паку. Дальше продолжает. Смысла нет. Надо разойтись. Надо закупиться. Так, ну, похоже. Сларк уже закупился у нее. Шедо Блэд уже в кармане. Вот он, собственно, пошел. На поиски очередной жертвы. Видит, что здесь чуть ли не пятеро стоят. Здесь действительно пятеро. Не хватает Раш Тринвокера. Четверо. Очевидно. Так, ну что, визаж. Полторы тысячи у нее в кармане. Посмотрим, что он будет покупать. Здесь появляется медальон. Медальон овкарыш. Доделал себе портрет наконец-то. Алхимик. Пак. Как мы видим, купил себе гем. Особо не раз думаю. Варды хоть защищают. Он знает, что Сларк ему всегда скажет, где находится Вард. Сларк с помощью своего ультимейта Варды прекрасно обнаружает. Так, ну и начинаются размены. Вышка на топе проседает. Ковыряет ее здесь. Инвокер вместе с Клокерком. И примерно с такой же скоростью здесь убивает Бутауру. Сами Релакс. Так, его нашли. Находят здесь Баунси Хантера. Пришел он посмотреть, что здесь происходит. И как-то очень шустро на нее напрыгнули. Разменялись Тверами, но Релакс потеряли еще и Баунси Хантера. Продолжает свое движение здесь. Релакс. Миран уже тут как тут. Пролетает еще и Бэйн. Надо сейчас будет расходиться. Стрела. Стрела не попадает фамильярами. Визаж смотрит, кто где. Не пошли ли там какие-то саппорты. Но надо расходиться. Надо отпушивать Лэйна обоим командам. Надо лететь с кому-то на топ. Собственно, пролетает Баунси Хантера обратно. У Инвокера появляется первый Некрономикан. Но Инвокер здесь засиделся немного. Надо ждать. Ждать хотя бы фамильяров визажа. Нападает. Поплевали с фамильярами. Барабан нажали. Форст Афф от Инвокера. Колс на Фор Спириты. Понимает, понимает Баунси Хантера, что очень много урона сейчас получится. Ну а здесь пак на перехват. Стан еще и от алхимика. И в итоге пак доплевывает все-таки Инвокера. Как видно, один на один Баунси Хантер. Правильно он все придумал. Не стал лезть. Фор Спириты. Это вам не шутка. Плюются они в пака. С ними нужно аккуратнее. Так, Мирана. Миран покричал на всю карту. И в итоге просто погибает здесь от Сларка. Но приходит невидимый Рубик. Невидимый Рубик. Посмотря на Сларка, Сларк снимает с себя просто Финс Грипп. Нажимает ультимейт и убегает. Как-то все пошло совсем не так. Да не факт, что урона бы хватило. Даже если бы он не снял этот самый Финс Грипп. Баунси Хантер тем временем. Выслеживает он Клокерика. Так, уже надо. Трек. Ковыряет. Ковыряет из инвиза. Дополнительный урон получает. Чуть-чуть поковырял. Просто прогнал. Дал понять, что не стоит так храбро здесь фармить. Все расходятся. Так, ну что, графики. Давайте смотреть. Релакс. 3000 теперь по золоту они имеют. То есть в ранней игре преимущество было у команды Флипсайд. Но это преимущество себе очень шустро отбили. Релакс, как только появились треки. В принципе, такого я примерно и ожидал. Ну и по опыту 4000 у них. Так, тоже преимущество есть. Появляется наконец мека. Мека-визажа. Хотели как-то слепую просто подбить Сларка, но... Как выяснилось, это не так-то и просто. Так. Забег был на инвокера, но инвокер невидимый. Гему пака. Пак пока что гем не терял, но пак здесь занят. Убивали Алимирану, вдавим со Сларком. Плюются ворды и ковыряется уже начинает Тир-2. Пока что только вдвоем. Потому что все остальные... Ходят вокруг топа, ходят, смотрят здесь. Здесь, кстати, алхимик очень сильно страдает в очередной раз. Это Фор Спиритов. Как бы сейчас Санстрайк не влетел ему. Санстрайк. Дальше посмотрим, наберет ли инвокер. Возможно, уже был. Ну и Сларка есть уже агур-клаб. То есть скоро Блэк Ким Барон доделает и потом... Бояться он не будет совсем ничего, кроме Финсгрипа Бэйна. Прячутся все по хитрому в деревьях. Ну, готовится. Видно, что готовится релаксами нападать. То есть сейчас будет какая-то... Эпичная драка. Вот как раз пробегает. Пробегает Сларк. Напрыгивает сразу же, нападает на Рубика. Как раз дал Саленс. Пак помогает. Пак в итоге получает Килинг Спирит. Сларк получает стрелы Мираны. А здесь подвернулся Бэйн. Бэйн убивают. Блэйд Мэли стоит Клокерк. Зажал он Сларка. Сларк прыгает. Просто делает кульбиты. В итоге Сларк все-таки погибает, но Клокерка добил Визаж. Визаж продолжает плеваться. Точнее, это не Визаж. Это Рубик продолжит плеваться, потому что с Уралом Холос Апшен добивает в итоге. Добивает еще и Алхимика. Алхимика добил инвокер. Стрела. Двое живых осталось в команде Релакс. Вот они здесь побежали в рассыпную. Пак гем не потерял, самое главное. То есть гем все еще есть. Ну, не совсем удачно получилось. Сначала было неплохое, но потом Пак застрял в когах, пока все ходили там бегли, пытались разобраться с ситуацией. Значит, не Пак Сларк. Сларк там стоял, просто смотрел на Клокерка с его Блэйд Мэйлом. Бить его он не осмелился, он знал, что сам просядет. Ну и Коги уже второго уровня, то есть достаточно долго они стояли. Сларк подумал, он пытался прыгнуть Сларк. В итоге здесь погиб, ну и Рубик тем временем соворовал себе с Уралом Холос Апшеном, во всех наплевал. Наплевал на Визажа, наплевал на Алхимика. Похоже, не ожидали. Такого отпора релакс. Появляется Владимир Солферинг. Баунти Хантер купил себе товарищ Айшлан. Три заряд на Барабанах есть. Здесь мы видели уже Мекку доделать портрет себе скрин. Блинкдаггер есть, конечно, у Пака, но что-то нужно делать дальше. То есть, как я понимаю, скоро появится либо ультимейт Орб на сайте Вайс, либо что-то еще он сообразит. Алхимик с Медальоном, вот он ждет как раз говорит. Пойдемте на Рошан, ребят. У меня все готово. Орб. Посмотрел. Влетел в лес, ну и сидит в лесу. Вроде как неплохо. Пошел Баунти Хантер показывать им, есть ли здесь вард. Зашел он в КГАУНД, варда нет. В общем, операция по защитке вардов проходит более-менее успешно. Отправляет иллюзии. В кого-то там попали стрелы, попали скрина. Выходит Пак. Выходит иллюзия Пака, потратили на нее селькинез. Здесь Пак прячет сразу, фейсшифт начинает прыгать в разные стороны. Не видим с Мирана. Находят они, находит Сларка. Не дотянулся до нее Бэйн, видно, что Бэйн рвался вперед. Здесь уже вторая каранинка, так влетает Пак. Пак дает сайлент, просто прыгает, похоже пытался напугать. Дает все-таки Dreamcoil, влетает стан. Стан летает в первую очередь Миран, Миран просто рассыпается. Он даже сделать ничего не успел, кроме всего Липа. Рубика тоже уничтожает, инлайт пытался убежать, он в треке, там еще и ген. То есть это не сильно помогает. Голстолково. Вещаю, что ковыряет Клокерка, Блэйд Мэйли все-таки погибает от этого самого Клокерка. И Скрин продолжает плеваться. Убивает Клокерка, последний живой остался здесь Бэйн. А Бэйн... Бегает он, забежал во всю команду и тоже, соответственно, погибает. Просит минутку. Очень уверенно подрались сейчас в релакс. Пак как-то... Не хотя он влетел, дал свой Сайленс, но потом все-таки подумал и дал еще и Дримко. Видимо, ему там Алхимик сказал, что я уже накручиваю свой стан, давай все-таки начнем драку. Ну, сейчас посмотрим. Я думаю, возможно, обновились уже графики, потому что мы увидим здесь за 5000. У релакс-переимущество, возможно, дальше будет еще больше. Большой вопрос, последние ли это смерти отражаются, либо... Еще нет. Ну, и здесь 10 тысяч, если графики еще не обновились-то уже. Все будет выглядеть достаточно плохо для Flipside. Но, тем не менее, отбиваются активно обе команды. Не стесняются драться, как минимум. Достаточно приятно у нас. На днях были некоторые из матчей довольно пассивными. Так, Алхимик. Дает оси спрей, дает медальку. Ковыряя здесь просто даем слезаром. А пока тем временем сходил за денаевую вышку. Не торопится Сларк на помощь своим. То есть, зная, что Рошана и так будет ковырять, там Алхимик и Регенец, вроде все неплохо. Ставит паузу, возможно, как раз из-за того, что у Сларка какие-то проблемы. Идет у него пинг, то есть, похоже, действительно он как-то... Как-то то ли задумался, то ли вылетел. Так, ну и что здесь летит? Посмотрел, доделал, похоже, скрин наконец себе свой ботинок. У него, помимо этого, должно быть золото. Как видно? Шесть сотен. Ну, Сларк хватает на его блокимбар, то есть, можно сейчас целиком доделать, но сам Сларк задумался и стоит на меде. Ну и большой вопрос, успеет ли Крошану сейчас? Да, говорит, коллеги, что АФК ушел товарищ, надеюсь, прибежит. Гоу. Вот он, Сларк. Отлично. Видно, что бегут, знают, примерно представляют, представляют, что происходит. Здесь вард у них... Нет, это вардайр, там с гемом все зачистили. С гемом, со Сларком. Рошан очень быстро расковыривает, все, наконец, собирается. Клокер посмотрел, а Рошана уже здесь практически нет. Вот уже и нет совсем. Ай, Гесларку. Еще и Хейст рядом лежит. Можно еще и Хейст взять, попробовать, в принципе, даже как-то набежать. Что-то сделать? Здесь действительно выходит, раз Смок нажали, можно попробовать кого-то найти. Так, вышли. Выводит и Смок, и всех Баунти Хантер. Стрела полетела, стреляла в Кентавру. Здесь большой штак, влетает Пак. Пак дает Сайленс, моментально прицепляет у Рубик. Там что-то ворует он при этом. Сорвало, похоже, то же самое Сайленс. И Пак пытался вон лестеть, пытался бежать. Пак дает напоследок Дримкоил, чтобы хоть что-то здесь произошло. Прячется, пока что все еще живет. Он прыгивает, Пак. Рубик в итоге просто так взорвался Сайленсом. Такая довольно странная ситуация получилась, что все гонялись за Паком. Пак весь проказ свой дал. И все ходят просто кругами. Так, наконец-то приходит Сларк. Ковыряет он Энлайта. Энлайта. Там уже никак не выживает. Клокер в то время влетел на Алхимик. И Алхимик погибает от Клокерка, от Фор Спиритов Инвокера. Взрывается Рубик с Уралом. Похоже, он стебл конкокшен. А Бэйн. Держит свой ультимейт. Влетает. Влетает Клокерк. Ну а там Аэгис. Сейчас с чем время попался. И сейчас Сларка живет, он останется один. Рубик здесь пытался себя взорвать. Похоже, погибает он там от визажа. Мирану. Сларк все-таки добил после своего респауна. Как-то все пошло немного не так. В Флифсайде, то есть Аэгис они выбили. Посмотрели на респаун Сларка. Сларка подумал и после своего респауна просто прыгнул на Мирана и его убил. Похоже, такого не ожидали никак. Товарищи Рейденты. С Рубиком тоже были забавные инциденты. То есть он отошел сюда взорваться. Думал, он сам себя взденит, как я понял. Ну вот там птицы визажа и сам визаж заклевали. У Блоким Бар пришлось тратить Сларку. 1800 в кармане. Посмотрим, что будет закупать дальше. Но Пак уже буквально пару минут появится с Сайтовой Вайз. То есть будет ловить наиболее неприятных персонажей. Будет сбивать Финсгрип и так далее. Так, Пак видит Клокерка. Клокерка достаточно крепкий. Там еще и Блэйдмейл. Саленс дали. Блэйдмейл нажат, но Блэйдмейл довольно сильно продамажил он Сларка. Но Сларка сейчас отрегенится. Стрела, стрела визажа визажа здесь. Застрял просто в крипах, но приходит вся команда. Спасает визажа. И здесь сразу же убили Рубика. Дримкоил. Старк. Блэйк имбар. Паунс. Нападает на инлайт. Инлайт думал спрятаться. Понимает, что там гем до сих пор не выбили. Из Пака Пак. Все прекрасно видит. Ну и Бэйн. Раз, что он так здесь удобно оказался, и Бэйна тоже убили. Бегут некрономиками. Пугаются всех пугать. Достаточно больно здесь пострелит. Досталось Сларку. Сларка приходится упрыгивать. Чуть пристрелили в итоге. Отлично. Прилетела стрела, похоже. То ли не заметил он стрелу, то ли ожидал, что успеет он пробежать через нее. Он буквально краешком хитбокса. Миран Сларка подцепляет. Так, ну что, Тир-2 сломали. Вроде бы задача выполнена. Можно было, конечно, попробовать продолжить, но уже ни маны, ни кулданов особых нет. Недоступен пока Дримкоил. Ну а на топе есть еще аж две вышки. То есть Тир-1 даже стоит. Релакс, могут спокойно переместиться и попробовать подраться в следующий раз там. Ну а флипсайд, как мы видим, они отбиваются каждый раз, не стесняются драться, но в то же время получается с каждым разом уже все хуже и хуже для них. Поэтому нажимают смок, хотят какого-то одиночку попробовать подловить. Это было бы идеально для них. Пак здесь покупает себе Сайф и Вайс. Нокер накручивает. Накрутил Алакрити. Пак проходил мимо, увидел он всю эту кампанию. И сразу же просвечит. Думает, что это Баунтихантер, но нет. Ража Алакрити, ну и надо ломать мид. Вышка на миде стояла достаточно долго, вызвали Некараномиконов. Мид просто растаял. Пак здесь ходит кругами. Не осмеливается он вступать в какие-то драки. Он знает, что там пятеро команды ходят по разным лейнам. Лейна отпушивает. Баунтихантер. Принес себе Блэкин Бар. У нас Ларка Яша, судя по всему, будет делать Санжи на Яшу. Быстрее бегать будет. Сам станет чуть плотнее. Если доделает еще и Санж. Так. Иннокер бежит, он видел все прекрасно с Сентер-Ардом. Не зря его здесь оставили. Ну а Пак пошел на приключения. Как бы не потерял он сейчас гейм. Здесь очень много людей. Притом люди все невидимые. Пак, конечно, с геймом. Видит он Бэйна. Думает, что делать дальше. Посмотрели друг на друга. Пак прячется. Пак просто упрыгивает. Видно было, что секунду 2 он принимал решение. Потом понял, что рядом еще Амиран. И просто отпрыгнул. И его друзей рядом не было совсем. Ну а теперь уже рядом Баунтихантер. Туда же торопится Алхимик, пока Сларк здесь пытался ломать топ. Точнее, не Сларк, а Визаж. Сларк пока на базе. А есть нападение. Амирану просто зарезали. Бэйн. Не стал ей, чтобы помогать. Бэйн уходит. И даже сайтовой страсть не пришлось. Ну и вышка на бот-лейне. Надо как-то ее спасать все-таки. Попытаться спасать, но полминуты не будет Мираны. Конечно, не в пятером там релакс. Сларк, как мы видим здесь, занят убийством Унвокером. Унвокер, кстати, убивает. Успел нажать Блэкинбарду у Торнадо. Некрономика наковыряет. Надо отбежать. Паригенится. Уже восстанавливается очень быстро. Третий Шадоу Данс. Достаточно быстро бегать Сларк. Ну и команде он здесь особо не нужен, потому что, учитывая, что нет инвокера, нет Мираны, саппорты здесь. Конечно, могут они попробовать как-то всех напугать, но это выглядит пока неубедительно. То есть вышку, скорее всего, просто убьют сейчас. Здесь пока сажаются Фомляры. Зарабатывает золото визаж на одном из них. Вышку забирают. До Рошана еще есть время, еще минимум 2 минуты. То есть можно собираться и идти по топу. Раз они бот-лейн отпушили, то есть... Это уже... Дело техники дальше. Да, действительно Санж приносит себе и фэн. Санж на яшу доделал. А тут скрин 3.800 в кармане. Я на него смотрю, богатей визаж. Покинул, богаче он Мираны даже. Богаче Мираны, богаче сейфлейн Клокерка. Сларк ходит ищет саппортов. Так, пак вылетает. Сразу ставит паузу. Ну давайте пока посмотрим, как здесь дела. Видно, что все очень неутешительно для команды FlipSide. 12 тысяч здесь. Здесь аж за 20 уже переваривают. То есть... Дело техники. То есть осталось... Релакс, не допустить ошибок. Попробовать просто доломать. Но, кто его знает. Допустит пара ошибок. Глядишь. Пойдет какой-то переворот. Возвращается пак. Вероятность, конечно, совсем маленькая, но... Чем черт не шутит? Гоу. Говорит, крейзи. Вот он, Сларк. Как-то он во всю команду убегает. Вот именно про такие вот ошибки я говорю. Но посмотрим, как это для нее пройдет. Пока что просто зарезал Рубика. Рубик. Ранее от гейма Сларк убегает. Финс Гриб сразу снимает. То есть дотянулся туда. Так. Вот это уже интереснее. Попали ракеты. Попали. Фукшотом. Попали стрелой. Инвокер. Убивает Сларка. Размазал Дефлинг Бластом. То есть все-таки подвернулся Сларк, как я примерно представлял. То есть что-то в таком духе может происходить. И если таким образом игра затянется, то... Чем черт не шутит? Расхрабрился немного. Товарищ. Так, Баунтихантер смотрит. Здесь ходит Клокерка. Клокерка еще и Мека. То есть... Он бронированный. Его ковырять можно очень долго. Нужны помощники. А помощники пока что пушат лейн. Визаж себе перенес Аганим. Три фамиляра у него в наличии. Будет очень больно. Когда они целиком заряжены, огромное количество урона будет вносить саппортом. Либо просто каким-то героем. Так. Шадос. Поражаем. Малайд Шадос летает, летает. Товарищ Клокерк. Прыгивает сразу сюда еще Эмирана. И Скрин. Не как с ним. Так, сажает. Три стана себе дал, но... Клокерка его все-таки добил бы. Три ассалотом. Вот второй герой погибает. Здесь трек на Энлайта. Энлайт. Пошел. Пошел. Давайте дальше вам Баунтихантер. Но Баунтихантер быстрый. Он с барабанами. Так, нашли кого. Алхимик. Забросили на Клейф. Выяснилось, что Алхимик с Форстафом. Алхимик себя спасает. Там взорвался где-то в лесу. Пак отходит. Он не хочет терять гем. Как бы не попался здесь. Приходит наконец-то Старк. Старк нападает. Моментально убивает для начала. Инвокера. Сразу сайта Вайз. Эмирану. Ну и Старк пошел. Начиная свою работу. Дримкул от Пака. Сейчас похоже будет трипл килл. Тумляров. Врала Рубика. Поэтому собственно Рубик пока что живет. Сейчас что-то на киллинг спре он убивает Бэйна. А здесь Старк действительно убивает Рубика. И уже огромное количество статов. У него там 20 статов он. 20 стаков точнее. Есть на шифте 60 агилити. Старк просто стоял и всех резал все это время. Ну и действительно сработало. Перемещается он быстро. Там аура барабанов. У него еще есть Санжин Яша. Плюс еще нажмет невидимость если что. То есть на него внимание. Не то чтобы не обращали. Просто пытались как-то справляться. Из-под Дримкула не бежать. Ну а потом уже пошла драка. И все как-то видимо не сообразили. Что Старк всех убьет сейчас. Ну и приходят здесь к хайграунду уже. Собираются все вместе. Флипсайд в принципе они готовы продолжать всегда. То есть у них даже если и нет Дримкула сейчас. Есть Сайтовайз. То есть если пока вот находит одиночную. Сразу же напрыгивает. Сразу же они его убивают. А Старк уже. Просто с руки без бэкдор протекста на эту вышку. Зарезал. Так двое невидимых. Не уйдем Старк. Не уйдем Баунти Кантера. Сразу же Сайтовайз Луне. Эм, Миране. Я их постоянно путаю. И Мирана добивает. Пак с Айленсом. Тем не менее попадает он под проказ. Прилетает через Пак и Клокер. И Баунти Кантера достается все на свете. Потому что Пак хитро спрятался. Дает свой Дримкул наконец-то Пак. И наконец-то припрыгивает сюда. Товарищ Слак. Пак получает даблкил. Ну и в общем живых теперь остается один лишь Бэйн. И последний живой бежит. Путается в Некрономикенов. Неплохой блок, к слову. Некрономикен был, да? Бэйна все-таки взрывает здесь. Так, ну что. Можно идти ломать в сторону смело. Все живые. Вурна есть. Ну и говорят, good game уже. Flip side. Понимаю, что там огромнейшее преимущество. За 30 тысяч уже по опыту. Удивлен, что по золоту меньше, кстати. Ну что ж, go next. 1-0 пока что ведут релакс. Посмотрим, что будет дальше. Как видно, не стесняется команда играть активно агрессивную доту. Посмотрим, возможно, в следующий раз повезет Flip side. Ну не то, что повезет. Отыграют лучше Flip side. Так, ну а пока перерыв буквально 5-10 минут. Подождем и послушаем пока музыку. Скоро вернемся. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.